Я сегодня пригласила к нам в гости Эдуарда Буцкого. И мы вместе с ним уже работаем 7 лет. И привозим картофель с разных регионов Украины. Работаем с институтом киевским, харьковским, черниговским. И всегда картофель привозим очень хорошего, высокого качества, элитный материал. Для того, чтобы вас обеспечить хорошим посадочным материалом. И сегодня Эдуард нам расскажет о картофеле. Эдик, расскажи нам, пожалуйста, вообще о картофеле. Как правильно посадить его? Какие лучше сорта? Потому что многие наши телезрители не знают, какие сорта лучше в нашем регионе. Во всех странах, во всех народах картофель всегда возделывали в больших количествах. И, наверное, нет на земле ни одного человека, который бы не любил картофель. И что интересно, когда экономическое положение страны ухудшается, то площади, занятые под картофель, увеличиваются. Это говорит о том, что люди находят в картофеле уверенность в завтрашнем дне. И плюс это основной продукт питания. Можно сказать, второй хлеб. В Украине очень много институтов, фермерских хозяйств, которые занимаются селекцией, выращиванием и выведением новых сортов картофеля. Всего на данный момент в реестре сортов Украины зарегистрировано 125 сортов. Из них 73 украинских и 52 импортного производства. То есть это Голландия, Германия и так далее. Все сорта картофеля делятся на основные группы. Во-первых, сверхранние, ранние, раннеспелые, средние, среднеспелые и поздние. Эдик, а какие лучшие сорта высаживать в нашем регионе? Донбасс и вообще наш регион являются зоной рискованного земледелия. Мы это знаем. У нас очень малое количество осадков выпадает. Летом очень жарко, повышенной температуры и так далее. Каждый знает, какой у нас регион. Земля довольно-таки тяжелые, грунты у нас. И для картофеля это очень, конечно, неблагоприятно. Картофелю нужно вообще для своего нормального жизнеобеспечения температура 17-20 градусов. Это идеальная температура, чтобы картофель развивался по всем биологическим показателям, которые в него заложены. Но у нас же такой температуры нет. У нас такой температуры, к сожалению, есть, но она бывает в ранние сроки. Значит? Значит, отсюда напрашивается какой вывод. Нам подходят сверхранние и ранние сорта. Или достаточно нужно обеспечить полив. Достаточно полив обеспечить. Ну, все равно, даже если вы поливом обеспечите, ну, июль месяц жара, температура 30 градусов, картофель в это время расти не будет. Он растет до 22, правильно? До 25, а потом он приостанавливает свой рост. Правильно. А при 30 он даже начинает вырождаться. Правильно. Значит, что вывод? Только ранее сорта нам подходят. Правильно. Которые успевают завязаться и дать урожай до наступления жары и засухи. И даже хороший урожай. Конечно, конечно. Тем более в последнее время в реестр вносят каждый год новые и новые сорта. И их особенность тот, что они становятся еще раньше, и еще урожайней. И при этом вкусовые качества не теряются. Ну, давайте нашим телезрителям скажем, какие же сорта самые лучшие, чтобы они получили хороший урожай? Следующий прекрасный сорт сверхранний – это белороза. Я думаю, кто ее попробовал у себя на участке, были очень довольны и ее вкусовыми качествами, и урожайностью. Потому что это самый вкусный из последних, которые были зарегистрированы, самый вкусный сорт. Идет пятибальная система. Высший балл. Высший балл. Пятибалл. По вкусовым качествам и по урожайности. Это просто высший балл. Выше всех похвал. Очень хороший среднеспелый сорт Рокко. Чем же он хорош? Выровненные красные клубни снаружи и внутри белоснежный картофель. Вкусовые качества отличные. Урожайность очень высокая. И на наших почвах показал прекрасный урожай. Прекрасный. И в том году люди, кто испытал, они приходят и хотят еще расширить свой посадочный объем. Рокко – это особый разговор. Потому что у нас не только в первом обороте, это весенний, когда весной посадили урожай, получили хорошие люди. Но и на второй оборот, это летний. Они высадили в июле месяце, выкопали в октябре вот этот октябрьский картофель. Он у нас лежал в магазине. Вот пророс. Посмотрите, какие прекрасные глазки. На свету это. И на свету. И вот сразу, видите, какие мощные. Их уже можно высаживать. Так что удивились люди, что на втором обороте он идет средне-ранний, да? Да. И урожай отличный. Средне-спелый. Средне-спелый. И такой крупный. Эти покупатели говорят, мы в жизни такого картофеля не копали еще. А учитывая прошлый год, что дожди были рано, а потом поздно. То есть люди, которые сделали два сева оборота, они получили урожай вдвойне хороший. Значит, можно сделать вывод. Посадить весной, выкопать и снова можно высадить картофель. Вот эти сорта высаживаются и на второй оборот. Вообще на своем участке, конечно, нужно иметь по возможности разные сорта. Если вы новичок, если вы хотите на своем поле получать высокие урожаи, то, конечно же, вам нужно остановиться прежде всего на ранних, сверхранних сортах. Придя в магазин и приобретя именно элитный материал, я подчеркиваю, элитный, не тот, который привозится где-то, откуда-то с каких-то хозяйств, а именно элитный материал. Вы будете уверены, что он вам даст урожай к 20 и выше. Один к 20 и выше. Это его биологические особенности. И не перерождается, и может быть даже районироваться в нашем районе. Конечно, мы привозим те сорта, которые именно подходят для нашей зоны степной или со степной зоны. Вот смотрите, уважаемые покупатели, сорта лимонка не существует. Но в нашем регионе вы знаете лимонка, да? А это голландский сорт Акцент. Как он прекрасно районировался. Так вот эти сорта у нас районируются и дают всегда стабильный, хороший урожай. Но какой бы ни был прекрасен сорт, как бы он ни был устойчив и урожаен, все равно каждые 2-3 года его желательно менять или обновлять. Посадочный материал. Посадочный материал желательно обновлять не теми клубнями, которые вы собираете у себя, а приобретенными в институте и привезенными с северных районов. Это очень важно. И тогда будет стабильный урожай. Потому что в нашей зоне высокие температуры, грибковые заболевания и картофель перерождается. Совершенно верно. Температура выше 30 градусов приводит к вырождению картофеля. После этого у него появляются нитчатые росточки, безжизненные, нитчатые, слабые ростки. И, конечно же, нельзя не сказать о прекрасном сорте импала. Уже несколько лет он радует нас стабильным урожаем и высокими вкусовыми качествами. При любой погоде, при любых климатических негараздах он всегда стабилен. Вот мы можем его посмотреть. Импала – это ранний сорт. Клубни светло-белые снаружи и белые практически внутри. Также самые высокие, просто вкусовые качества. Картофель очень вкусный и урожайный. А как же нами всеми любимая и известная славянка? Славянка – это, конечно, особый разговор. Этот картофель, вот, кстати, мы его можем увидеть. Я думаю, многие люди, кто его попробовал, они знают о его больших урожаях и высоких кустах. То есть, это листья, громадные листья. Это высотой, можно сказать, метр пятьдесят и выше кусты. Это крупные цветки. И клубни, и урожай. Ну, клубни больше килограмма бывает. При благоприятных условиях клубни достигают кило триста и больше. Три года назад ко мне принесли картофель кило триста. И мы снимали по луганскому телевидению. Как копали мы его. Помните этот случай? Это был урожай в то время, три года назад. Лучше славянки люди просто не знали. И думали, что это один из лучших сортов. Сейчас пришли лучшие сорта. Я считаю, как бы от славянки отказываться нельзя, потому что это, во-первых, как палочкой-выручалочкой. Мы не знаем, какой будет год. Благоприятный или неблагоприятный. А славяночка, она даст свой урожай. Она даст. То есть, в любом случае, вы будете с картофелем. Да, вкусовые качества у нее не очень высокие. Но в жарке она прекрасна. Отварить ее просто надо чуть-чуть дольше варить. Минут двадцать. Но зато чипсы или жарки – очень хорошие вкусовые качества. Совершенно верно. Очень хороший сорт. И что же нужно, чтобы получать всегда стабильный, хороший урожай? Во-первых, как мы уже сказали, нужно каждые два-три года обновлять свой посадочный материал. Это самое главное. Значит, обязательно надо купить хороший картофель. Во-вторых, хороший картофель нужно приобретать только элитного качества. Элитного и привезенного с института или с какого-нибудь соответствующего хозяйства, которое занимается выращиванием элитного материала. Есть такие, да. Да. С северных регионов Украины. Это второе. Третьих, нужно, конечно же, обеспечить высокий уровень защиты от заболевания, от насекомых и вредителей. То есть, это значит, что своевременно идет обработка теми же фунгицидами, инсектицидами, протравителями и так далее. Четвертое. Удобрять картофель. Почвы должны быть, конечно же, с высоким содержанием гумуса и питательных веществ. Проводить внекорневые подкормочки по листве. Ну и удобрять по возможности органическими удобрениями. У кого есть возможность приобретать навоз, а лучше всего агровиткор, конечно. И самое главное, это обеспечить достаточный полив. Картофель очень любит воду. Ну, как я уже сказал, для картофеля важен полив. Это из расчета идет 6 тонн воды, нужно каждую неделю на 10 соток воды. Это его биологические потребности. Потому что для того, чтобы 100 килограммов урожая было, картофеля, для этого нужно около 12 тонн воды за весь сезон. Вот вдумайтесь. Ну, Эдуард, не у всех же полив есть. Мы высаживаем на дачах, у некоторых вообще, вы знаете, что в красном луче делается, нет вообще воды. Но картофель все-таки высаживают. И надежда есть, что он будет получать, а не урожай. Поэтому мы, естественно, советуем для наших покупателей, мы советуем прежде всего сверхранние и ранние сорта, которые дают урожай еще до наступления засухи и жары. Когда в почве еще сохранен потенциал влаги, когда еще нет этих высоких температур, картофель не вырождается, клубня сформировывается правильно. И урожай мы получаем тот, который нужно. Значит, в нашей зоне надо высаживать картофель. Чем раньше, тем лучше. Совершенно верно. А картофель пророс. И потом люди переживают. Многие нагортают, а многие не могут побежать. Извините, дача на 3 километра от дома или 5 километров. И вот заморозки неожиданно. Что же им делать? Чтобы сохранить раннюю продукцию, ранний урожай от заморозков, для этого мы применяем так называемое агроволокно или спонбонды. Они у нас представлены в широком ассортименте различных ширины, толщины и так далее. Что же нужно сейчас сделать? В данный момент вы достаете со своих погребов или кладовок, где у вас хранится картофель, посевной материал. Его нужно обработать от грибковых заболеваний. У нас есть препараты. Это фитоспорин, айдар. Они и стимулируют одновременно прорастание ростков, дают силу и энергию. И вы получите стабильный, хороший, богатый урожай. В заключении могу сказать, что при выращивании картофеля все важно. Конечно же, нужна ваша любовь, ваше внимание этому овощу, потому что в нем все важно. Начало от того, как мы достанем его с погребов или приобретем посадочный материал, и вплоть до выкопки и хранения у себя в погребе. Поэтому приобретайте, прежде всего, знания. И желаем вам больших урожаев и всего наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова